Здравствуйте! На канале Ахтубинск ТВ время новостей. В эфире программа «Ныне» с информацией в изложении наших корреспондентов. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Сегодня родительский вторник. Этот поминальный день связан с усопшими. И поэтому самыми многолюдными местами стали кладбища. Ахтубинцы поминали своих родных. Ахтубинская поэтесса Ирина Ворох презентовала новую книгу. Сборник стихотворений для детей. И обо всем подробнее. Уже сейчас, благодаря сотрудничеству руководства Астраханской области и Газпрому, уровень газификации региона составляет более 90%. В среднем по России это 68,1%. В этом году инвестиции и показатель газификации вырастут. Об этом договорились на встрече в Санкт-Петербурге губернатор Александр Жилкин и глава компании «Газпром» Алексей Миллер. Как сообщает пресс-служба «Газпрома», Александр Жилкин и Алексей Миллер обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве между Астраханской областью и предприятием. В частности, речь шла об инвестиционной деятельности «Газпрома» в регионе. Так, в течение последних пяти лет капитальные вложения компании составили почти 74 миллиарда рублей. В основном инвестиции были направлены на развитие Астраханского газового комплекса. В этом году капвложение планируется в объеме 10,8 миллиарда рублей. Особо астраханский губернатор и глава компании уделили внимание вопросу газификации региона. В период с 2004 по 2017 год «Газпром» направил на это более 6,2 миллиардов рублей. Как результат, построены 35 межпоселковых газопроводов протяженностью около 539 километров, два из которых введены в эксплуатацию в 2017 году. В этом году, по словам Миллера, компания планирует вложить в газификацию региона 1,27 миллиарда рублей. В настоящее время «Газпром» строит газопровод-отвод «Макат», «Северный Кавказ», «Хашиутово», «Вольное Харабали». Александр Жилкин не раз отмечал, что это судьбоносный объект для газификации северных районов Астраханской области. В 2018 году, как сообщает пресс-служба компании, планируется начать строительство 12 межпоселковых газопроводов, которые позволят газифицировать ряд населенных пунктов в Ахтубинском районе. Это село Батаевка, село Болхуны, хутор Бутырки, поселок Верхний Баскунчак, поселок Верблюжий, поселок Джилга, село Золотуха, поселок Нижний Баскунчак, село Новониколаевка, село Пироговка, село Сокрутовка, поселок Средний Баскунчак, село Удачное и село Успенка. Сегодня день особого поминовения усопших. По церковному календарю Радоница, ну а в народе именуемо Родительская. На Радоницу принято поминать умерших близких, молиться за их душу, рассказывать о добрых делах, которые они совершили при жизни. После службы в храмах люди посещают могилы родственников с пасхальными куличами, яйцами и другими угощениями. Они раздают их нищим, детям и просят помянуть усопших. Такой обряд называется «Христосование с родными». Он символизирует веру, что и после смерти близкие люди остаются частью христианской церкви. У кого не получается посидеть кладбище, те поминают умерших родственников дома за праздничным столом. О развитии темы Владислава Лихваря. В селах Ахтубинского района Родительский день принято отмечать не на 9-й день после Пасхи, а на день раньше. По сравнению с городскими, сельские кладбища не так населены, в кавычках. В селе Пологозаймище, к примеру, оград на кладбище почти нет. Проведать родных приехали бывшие жители села Пологозаймище. Александр Сухоносов здесь родился, вырос. Живу в Волгограде, работаю в автохозяйстве, в губернаторском гараже, автослесарем. Уже 30 лет как же в Волгограде живу. Иван Федорович Карпенко после института много лет работал в начале КМП МК 536 и номер 31. Строил дома в Ахтубинске. Иван Лукичев, вот племянник его, Анатолий Петрович, вместе в школе учились, в вечерней Петропавловке. А потом судьба вот так нас свела, он был руководителем, а я был строителем. Ахтубинск строил и больницу, и хлебозавод. Такой светлый день сегодня родительская у нас в Пологом, она почему-то проводится на один день раньше. Людей очень много, все вспоминают родных, знакомых. После 12 часов на кладбище в селе Пологой Займещи никого нет. Почти все спускаются вниз под гору, где было раньше село. И на месте бывших домов, где выросли, на своих дворах за столами поминают родных. В этот день в Пологой Займещи собралось очень достаточно народа, для того, чтобы почтили память своим близким, сродникам. Этот день в Пологом Займещи установлен уже многолетием в понедельник, второй седмицы по Пасхе. Здесь кладбище установлено, наверное, еще в начале 20 века. Жители Ахтубинска, Радоницу, или как раньше называли, Родительский день, отмечают, как положено в этом году, 17 апреля, рабочий день. Наверное, поэтому основной поток людей на кладбище, а их в городе сейчас три, старое, новое и новейшее, направляются часов с 10. С 11 до 12 здесь столпотворение. Не то, что проехать, пройти сложно. Мы стараемся обеспечить безопасность дорожного движения. Не всегда наши граждане соблюдают, водители тоже. В восьми регионах России, а также во многих городах Радоница, объявлено нерабочим днем. В качестве дополнительного выходного дня такая возможность записана в пункте 7 статьи 4 Федерального закона о свободе совести и о религиозных объединениях. Каждый год приходим, уже который год в этот день приходим, чтобы помянуть родных и близких людей. Вот пришли к маме. Хотим, чтобы все было у нас хорошо, чтобы у нас в семье все было хорошо, чтобы и дети наши также нас помнили. Хотим тоже, чтобы дети также помнили, не забывали в этот день приходить, поминать. Когда-то и с нами это все случится. На старом кладбище людей было в этот день очень много, а на новом и новейшем столько, что казалось, весь город, все его жители пришли к своим родным и близким. Очень, очень приятно, как родственники относятся к своим умершим, погибшим. Столько людей присутствует, столько возложено цветов. Это великий день для всех. Этот день обязательно нужен, он остается в памяти не для нашего поколения, а для других поколений, для продолжения всей жизни. Празднование Радоницы уходит корнями вглубь веков, в те далекие времена, когда Русь еще не приняла христианство. В отличие от большинства других языческих праздников, Радоница органично вписалась в календарь христианских праздников и была горячо одобрена Русской Православной Церковью. Сегодня хочется вспомянуть своих близких, родных, которые навсегда от нас ушли. Хочется, чтобы им был вечный покой, а в наших сердцах вечная память. Московский авиационный институт, являясь тематическим партнером Международного детского центра, «Артек» объявил конкурсный отбор среди старших школьников в отряды юных инженеров на участие в седьмой смене знаменитого лагеря с 20 июня по 10 июля текущего года. Сегодня у нас в студии директор Ахтубинского филиала «Взлет» Московского авиационного института Жиделев Андрей Викторович. К нему вопрос. Андрей Викторович, так что же это за набор? Какие юные инженеры потребовались? Потому что реклама по радио была довольно-таки интересная. Те программы, которые проводят МАИ вместе с Объединенной авиастроительной корпорацией заключаются в том, чтобы привлекать школьников к изучению основ инженерного дела, чтобы молодые школьники могли воочию пощупать современные технологии, связанные с авиастроительством, с космическими технологиями, современными энергосберегающими технологиями, цифровыми, информационными. Ну и чтобы совместить это все в одном, лучшей формой здесь преподавания является нахождение в некотором, по старинке, если назвать, пионерском лагере, где был бы совмещен отдых и преподавание. Ну, наверное, еще и другая цель преследуется. Эти ребята, которые заинтересуются данным проектом, возможно, впоследствии станут вашими студентами. Они могут стать нашими студентами, они могут поступать в другие вузы, не только в московской авиационной, но и другие в Самаре есть. Безусловно, наша задача привлекать молодежь, чтобы она занималась инженерным делом. А уж с каким вузом будет. Но, само собой, мы хотим, чтобы большая часть из тех ребят, которые попали, в прошлом году попало 5 человек, в подобного рода программу, чтобы они стали в перспективы нашими абитуриентами. Скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, сложно попасть в число избранных, так называемых, кто бы поехал в Артек и воочию убедился? У каждого свой путь. Мы просто общались с ребятами, которые в прошлом году проходили. Кому-то был сложный первый тест отборочный по физике, по информатике, по математике. Кому-то, наоборот, понравился больше вторая часть, это творческая, когда нужно уже подготовить проект и его защищать. А кому-то было, наоборот, сложно или легко в последней стадии, когда нужно было уже ехать в Москву. То есть для всех свое. Но однозначно можно сказать, без того, чтобы принять участие, даже на первой стадии, зайти на сайт, зарегистрироваться и проделать некоторую работу, в Артек не попадешь точно. Но все равно реальные шансы есть у ребят. Да. То есть ездили уже ребята из Ахтубинска, побывали в Артеке. Весной прошлого года. Единственное, что все попали с первой школы. В этом смысле хочется передать пламенный привет учителям, которые сподвигли ребят на то, чтобы они приняли здесь участие. То есть весной три человека и в декабре уже еще два человека, девятый класс попали в Артек и провели эту смену. Впечатления у них, ну, лучше бы, конечно, их самих пригласить сюда, но, судя по рассказам и по их отзывам, впечатления самые положительные. Еще раз, что необходимо сделать? Зайти на сайт. На сегодняшний момент до 18-го числа идет отборочный этап. Поэтому необходимо зайти на сайт мои.ру, там есть раздел, посвященный поступлению в Артек, зарегистрироваться, пройти онлайн-тест по математике, физике, информатике и ждать результатов прохождения первого этапа. Второй этап уже будет проходить до 9-го мая. Это выполнение проектов аэрокосмической и приборостроительной тематики. И уже непосредственно 19-го мая состоится итоговая защита работ в МАИ. Либо есть другая возможность, у кого нет возможности по разным причинам выехать в Москву, у нас действует система видеоконференции. Мы можем организовать ее на базе нашего филиала связь видеоконференции с Москвой, где можно будет доложить свой доклад. И уже непосредственно счастливчикам, еще раз скажу, в этом году 45 мест определено. С 20 июня по 10 июля этого года попадут в число участников проекта «Юные инженеры МАИ». Для юных инженеров МАИ отдых в Артеке будет бесплатным? Ну, это уже бонус, так сказать, за труды. Спасибо за информацию, будет что еще, приходите. Спасибо. На днях Ахтубинские кадеты получили необычный подарок практически с другого конца страны. Посылки для воспитанников летки преодолели расстояние в несколько тысяч километров и были вручены адресатам на торжественном построении. Кто собирал посылки, что в них было и как отреагировали на это кадеты в сюжете Светланы Алан-Даревой. Две большие картонные коробки, а в них сладкие угощения. Подарок для ахтубинских кадетов хоть и неожиданный, но очень приятный. Особенно учитывая, что подготовили его дети, ученики 2-го, 3-го и 4-го классов приозерной школы, находящейся аж в Ямало-Ненецком автономном округе, а если точнее, в городе Надым. Такие подарки школьники собирают в рамках социально-патриотической акции «Посылка солдатам», который уже много лет проводится в Надымской школе. В школе-интернате с первоначальной летной подготовкой с угощениями оказались не случайно. Такая благотворительная акция стала возможна благодаря Ахтубинке Гульнаре Виноградской, которая уехала жить на север и сейчас работает учителем в средней общеобразовательной школе. Она предложила отправлять посылки в Ахтубинск, а сотрудничество школ помог наладить ее отец, ветеран вооруженных сил Сулейман Заидов. Когда акция по всей России началась, посылка солдатам, они отправили воинскую часть. Видимо, попали в режим, вернули посылки. А потом дочь мне звонит и говорит, папа, там узнай с директором. У нас же кадетская школа есть с детечком, она же лишним не будет. И тогда директором был Петр Михайлович. И мы с ним обговорили, в принципе, почему бы и нет. И с тех пор пошло. Каждый год присылают. Шоколадки, конфеты, печенье и другие сладкие угощения для кадетов никогда не лишние. Руководцем школы было принято решение разделить подарки между первокурсниками шести взводов поровну. Однако, будущих защитников не столько порадовали сладости, сколько письма с приятными пожеланиями, написанными детским неровным почерком, но зато от всей души. Дорогой солдат, я желаю, чтобы ты и остальные были счастливыми, и чтобы у вас все получалось. Вы хорошие, добрые, и, надеюсь, посылка приносит вам веселье и счастье. Здравствуй, солдат. Я думаю, что у вас все хорошо. Меня зовут Данил, я учусь в третьем классе, и мне кажется, что наша посылка до вас дойдет. Удачи вам, желаю всего хорошего. Милые такие слова просто. Меня очень тронуло именно письма, не подарки, то, что нам покушать принесли, носки или что-то еще. А вот именно то, что слова приятные, их очень много. Все считают нас солдатами какими-то, то, что от нас зависит мирное небо. Очень приятно слышать, ну и мы должны соответствовать тому, что они от нас ожидают. Большинство детей, обучающихся в нашей школе, они иногородние, и не видят своих родителей иногда целый год. И, естественно, такие посылки для них очень радостное такое, торжественное событие. Они, больше скажу, таких писем они никогда не получали бумажных, то есть это поколение, которое у нас получает письма по интернету, в соцсетях, а в руках бумажное письмо они никогда не держали. А вот для Кристиана посылка из Надыма приятно вдвойне, ведь он родом из города неподалеку. Для него этот подарок как привет из дома, который не только греет сердце, но и вдохновляет на более усердную учебу. В принципе, еще кадеты, но нам письма какие-то шлют, посылки солдата, что дети думают, что мы уже взрослые, что мы уже военные. И сразу ему пришло, что нужно до конца заканчивать это летное училище и поступать навыше, и быть офицером, и защищать свою Родину. Акцию посылка солдата руководство Ледки намерено поддерживать и продолжать сотрудничество со школой с другого конца страны. Ведь традиции, которые не только радуют, но и вдохновляют ахтубинских кадетов, нужно сохранять. Очень хорошо, что Приозерная, средняя школа вообще поддерживает эти традиции. Очень замечательно. И спасибо им большое. Светлана Андарева, Виталий Просочкин, Евгений Еловенко, Ахтубинск ТВ. Ахтубинская поэтесса Ирина Ворох выпустила в свет новую книгу. Напомним, что ранее произведения Ирины публиковались во многих коллективных сборниках, а также журналах и газетах. Первая самостоятельная книга «Собиратели росы» вышла в 2014 году. В это же время Ирина Ворох была принята в Союз писателей России. В 2016-м у талантливой поэтессы вышел сборник стихов и переводов «Ларец четырех ветров». Нынешняя книга особенная, в первую очередь потому, что стихи, собранные в ней, написаны для детей. На презентации нового сборника, которая прошла в минувшей неделе в концертно-выставочном зале Муза, побывала наша съемочная группа. Ирина Ворох по профессии педагог и музыкант. Она преподает в районе детской школы искусств имени Эмилия Балакирова. Поэтесса признается, постоянно общаясь с детьми, наблюдая за их творчеством, давно хотела написать книгу именно для них. Все-таки это совсем другая стилистика, другой уровень подачи информации, все немножко по-другому. Ну и книга писалась примерно год. Вдохновение пришло к поэтессе внезапно. И с точки зрения логики необъяснимо. Впрочем, в мире творчества такие чудеса случаются нередко. Мне приснился сон. Комната полна детей наряженных не по-нашему, но не по-современному. Один мальчик поворачивается ко мне и говорит, тебе нужно написать детскую книгу. Я говорю, как, я никогда не писала детских книг, но в принципе это интересно. И спрашиваю, как тебя зовут? Он говорит, Дима. Я думаю, Дима. Знакомых мальчиков у меня нет с именем Дима. А потом посмотрела календарь, и там день святого Дмитрия. И я, вы знаете, мне нашло вдохновение. Я начала писать и писать и писать. В книге 14 стихотворных произведений. Все они посвящены музыкальным инструментам. Потому и презентацию сборника было решено провести в форме музыкально-театральной композиции. Ее сценарий подготовила коллега Ирина Михайловна, преподаватель театрального искусства Александра Петренко. По ее словам, вышедший сборник стихов – прекрасный подарок школе искусств накануне 60-летия. Я считаю, что прекрасные стихи и они хорошо ложатся на театрализацию. И прекрасно, конечно, мне очень нравится, как Михаил Васильевич оформил сцену и как он оформил книгу в своем стиле. Ну, очень мне думается, что хорошо. Это будет хороший подарок 60-летию. Вообще хороший подарок детям, которые обучаются. В музыкально-театральной композиции участвовали преподаватели и воспитанники школы искусств. На сцену выходили совсем юные музыканты и старшеклассники, которые постигают искусство театра под руководством Александра Петренко в коллективе «Синяя птица». Простые, в то же время глубокие по смыслу слова гармонично сплетались с чарующими звуками скрипки, переливами балалайки, напевами аккордеона и благородным контральто-саксофона. Это не совсем рассказ о скрипке, а в тишине рождественская ночь, белое безмолвие, и вдруг в этом безмолвии голос скрипки слышен. То есть, или, например, саксофон. Стоит женщина и смотрит в дальнюю летающую стаю, и ей кажется, что вместе с этой стаей улетает ее любовь, улетает и голос саксофона как бы летит вслед за этой стаей. Вот такие красивые, конечно, проникновенные стихи. По словам Александра Петренко, преподаватели школы с энтузиазмом поддержали ее начинание и даже внесли свои идеи в сценарий презентации. Например, музыка к одной из песен была написана коллегой Ириной Ворох, гитаристкой Аллой Хариной. Музыкальное стихотворение Ахтуменской поэтессы отмечает не только преподаватели, но и учащиеся школы. Мне очень нравится творчество Ирины Михайловны, и просто без ума от ее стихов по ним можно писать даже целые произведения. Иллюстрировал новый сборник стихов сын автора, художник Михаил Ворох. Его картины в рамках нынешней презентации украшали стены зала. По завершению вечера поэтесса выразила признательность коллегам и руководству школы искусств, благодаря которым книга вышла в свет и достойно отметила свое рождение. Букеты цветов и восхищенные отзывы зрителей дополнили праздничную атмосферу мероприятия. Было очень приятно здесь присутствовать. Настолько все было трогательно, проникновенно. Я не могла оторвать взгляд. Татьяна Заяц, Анатолий Калинкин, Александра Рыбала, Ахтуминск ТВ. На сегодня это все новости. Спасибо, что оставались с нами. Всего доброго. И до следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин